а это твой запах так это мускус я кит посмотри сама beautiful не дохера ли я хочу ресторана у которых есть вот эти потрясающие панорамные крыши кого вы грохнули подвале бродячей собачки своим расскажем уже готовлю мокрые трусы всем здравствуйте королева гламура я одет как король король бомжей что я тебя приглашаю сегодня начать прямо из отеля мы можем быть какой угодно парой я всегда говорю хотите поссать на невском проспекте идите в европу петербургский эстетический вкус я тебя сегодня понимаешь по-богатому ваш да то что да мы с тобой не просто поссать мы не просто поссать что мы сидеть с тобой дискуссировать и уверять слушай у нас была прошлая проходка во время которой меня обвиняли что я все время у девушки крал в смузи проблема в том что короче я пригласил мадам она ничего не захотела и мне пришлось пить ее смузи мало того что я это выглядело как будто я пиваю так я реально чуть не обоссался в конце здесь я тебе обещаю смузи не будет спакой что в этот раз благо у меня есть потребитель продукты и его мы справимся есть замечательный там сарка по зеркало огромное сейчас мы тебя снова засветим обязательно чтобы все знали своих героев в лицо я тебя привела в лобби бар гранд отеля европы мало того что это потрясающее красивое место само по себе и я бы хотела сегодня продолжить такую концепцию скажем да гостя приезжего который к примеру либо остановился в этом отеле да и чем он может себя занять вечернюю программой либо если вам стрёмно покупать дорогие гостиницы довольны для нас цену куда там эти пять звезд то знаете что всегда даже с улицы можно воспользоваться не только уборными комнатами понимаешь но и лобби барами ресторанами площадками для мероприятий и вот это вот все начнем мы сегодня изучать с гранд отеля европы да потому что мы к сожалению вот этот постсовковый и совковый синдром когда нам кажется что сюда есть есть нюанс сейчас мы с тобой пойдем за стол присядем я забронировала забронировала благо благо так людно вечером вечером будет живая музыка с которого часа обычно 6 вечера так что сексу клок да 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 будет людно я бронирую всегда мой любимый стол у камина у камина да нахожу его а в шашлыче будет у карина начнем с камина вот это я понимаю спинчики да 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 такой он тут надо приложить усилия фитнес-кресло я тебя сразу хочу познакомить с барной карты которые ты не представляешь как здесь выглядит в этом отеле я не представляю кто ты без меня ладно о божечки технологии же обещала дайте ему тоже 2 что же мы будем да да нет нам одного хватит интерактивное мало того я тебя привела именно в этот лобби бар опасен косынка тут есть я думаю не знаю почему они до сих пор не включили а салитер волк ловит яйца не все делают не у всех есть коктейльная карта здесь представляешь когда работал барменский состав который собственно эту карту воплотил в жизнь сейчас работает новый молодой человек во главе бара и от его авторства тут один коктейль есть которым 14 февраля делал все остальное в общем осталось в наследие и это действительно уверяю вас очень красивой подачи потому что когда ты смотришь в меню и понимаешь что ценник начинается от 700 рублей есть безалкогольные версии но они стоят столько же буржуи недобитые можем и кажется что понимаешь вообще я бы ты можешь позволить за мой счет а я ведь главное ничего не получу замен даже этих маленьких не увижу собственно как и ты мой маленький не увидишь ну подожди это только третий выпуск а ну да сделаем ставки делаем здесь вот в апартах такие да еще бы водочки я вообще я вообще брал интервью свое время у австралийца русского происхождения которые рубил европой да это было в 2010 годах вот мы делали с ним фотографию на балконе но я думаю сейчас уже конечно не он управляет но я не знаю честно говоря кто управляет я знаю что в каком 2006 они открыли лобби здесь потому что здесь же много чего было но исторически и вот как бы да при реставрации то есть есть действительно антикварные такие ценности которые прям вот на которые стоит обратить внимание ну вообще да такой модерн модерн и причем в стиле вот вот я всегда говорю что в арсе в музее там есть прямо выставка модерновой мебели один раз дошел да вот на какой на какой-то черный раз приезд в париж я пошел мне надоело на этих все это в рамках смотреть вот он огромный там действительно вот примерно так же так что ну что значит помимо этих историй о том как здесь снимали бандитский петербург работать не с кем одни кретины оттого и бардак стране вот там наверху здесь же посещали примешь и другие знаменитые личности например мой любимый коктейль здесь анна ахматова башни здесь бывало вдохновились собственно вдохновились этим коктейлем при его создании она его конечно же не пробовала но бармен уверен что он понравился я к розам хочу в тот единственный сад где пьяный валялся маркиз десад да как она писала есть и другой как ты бы если ты хочешь немного про розы то аль борисовне с ее миллиона малых роз здесь тоже есть коктейль посвященную так и называется да правда правда завалил анна ахматова это без вариантов она набрать и тебе еще и вкус понравится потому что добраевская а это такой вариации джеймса бонда женской версии как я хочу летом я тоже буду в костюмчике и дальгу дуану бесконечный март анна ахматова а пока коктейль готовится я молотова еще подача будет тоже красиво потому что ко всем коктейлям вы еще получаете этажерку с едой это все за 900 рублей божечки по кошечку один анна ахматова а мы пройдем да мы такие видите очень богатые клиенты это же один коктейль на часто трех один растянем коктейльчик и еще потом кипяченой водички попросим удалить в чайничек а мы пока готовят коктейль я тебе предлагаю пройтись да пойдем здесь пройтись безумно жеж красиво жомно жеж пойдем телефоны как обычно я вставляю как принято в моих случаях я просто просто поставил телефон прямо на улице его отдали в то кафе где мы начинали потом забрал поэтому мне нет айфонов тебе нужна какая-то сердобольная женщина рядом нам нужна жена придерживаться наших профессиональных отношений это значит вокалистки фисе свое время своей сказал мы либо поем либо трахаемся среднего не дано нельзя под песню у тебя просто нет репертуара такого ну можно и подпись сюда репетируй что-то одно правда я тебя специально веду через эту галерею потому что вот представь себе отвратительный день любой петербургский день летом бывает нет например у тебя настроение на улице дождь пурга снег слякоть что там еще бывает а ты оказываешься понимаешь вот здесь вот тут а и мы даже знаете что специально просто я найду поставим сцену где есть тут сидит господин антибиотик и втирает классическую фразу чилищева про то отчего у нас такой бардак в стране в россии красть составы гораздо безопаснее чем велосипеды это я тебе конкретно говорю а тут кстати мне кажется весьма да что есть смысл это обсудить в нашей стране надо воровать вагонами но он же не кормит мы же помним по прошлому выпуску даже не сосиски в тесте и конфетки не будет ничего да мы тортики я понимаю ну слушай ну тортики вот я отвечу на проблема танечка такой сахар но я сразу начинаю то есть две конфеты не на две конфеты можно и у нас это я покатилась бы не слой и же кстати еще галереи всякие есть галереи мало того всегда проводятся какие-то выставки экспозиции и те картины которые вы видите ну там да где где видите они все возможны к покупке и мало того спойлер тебе сделаю но следующее место будет как раз таки там где эти картины можно купить то есть совместно они проводят такая у нас будет коллаборация одна большая и вот эти вот все красивущие интерьеры люстры какая в доступности понимаешь вот с улицы вышел пришел кофе попить я всегда говорю не надо даже и какие друзья мои не надо тратить миллионы для того чтобы ваша жизнь прекрасно прикоснуться мне кто-то говорил ой ну чё ходить мы здесь не живем знаешь это вот как будто ну как будто вот хочет знаешь как это казаться а не быть немножечко эрмитажа все что угодно буквально на днях мы были с одной прекрасной доброй феей передадим им привет и здесь не будет бабушек смотрите и наблюдали оригинал будет бабушек я читала твой пост про куртку на лавке там сейчас презентация у ювелира давай не будем мешать а вот это вот подожди вот инкрустирован а ты играешь на инкрустациях исключительно инкрустированная пианино точнее даже не пианино это рояль видали какой продвинутый я отличаю пианино от рояль это не просто клавиши тут надо понимаешь голову включить думать надо это вам не просто подожди вот еще хочу вот буквально вот этот красоту неземную фригийский колпак дал потом назывался нет у меня просто была история после чего все началось как бы это бы женщина моя тогда приходит ты не представляешь я стою смотрю на картину сзади так вот аккуратненько подкрадывается бабушка и мне в ухо девушка почему так долго смотрите на картину я тебе клянусь она чуть не не описывалась от страха потому что у меня в арке главного штаба было когда пусту пустая анфилада нет вообще никого в зала я меня звонит телефон на вибро я беру трубку окна за мной идет женщина положите телефон я начинаю идти просто по залу она идет за мной на три зала за мной шла я же просто в пустом музее хочу поговорить по телефону это как в церкви подруга моя говорит захожу там просто луч света благодать иконы это я стою на это на все смотрю вдохновляясь красота такая играет просто смотрительница ко мне почему бесплаткая на год она не просто вырвала от бога вас что же вы делаете ну почему ну да вот нет просто человеку дать быть история о вот она подоспела а вот и аннушка а вот а вот и аннушка боже и этажерки и аннушка я в этом отеле у меня помнишь если наши с тобой первое знакомство какое-то тогда на улице к моей актрисе у меня потому что часть экскурсии порочная мы здесь останавливаемся собственно коктейль с группой не поверишь и посмотри какова красота мало того уже это прищепка да офигеть дохматова не хочется что-то из раннего почитать муж стегал меня ременчатым в трое сложенную ремнем перед тобой в окошке там чего-то там я сижу с огнем господи за тобой такая красивая такой красивый кадр понимаешь с этой сакурой просто когда она написал это стихотворение все решили что гамилёв и реально ремнем порит там когда смотришь мы с тобой сегодня еще мату по женщина пройдемся все таки да как как бы ты не может ты подготовила мне женщин таких они были пить уже до немец и немец попробуй пожалуйста тебе обязательно что здесь вообще я не помню ну естественно что ты спрашиваешь что ты спрашиваешь просто присоединяйся маслинку и мало того они коктейли пусть даже и могут быть крепко алкогольные например и у нас была веселая история когда я тестировала как раз таки экскурсию нам нужно было здесь проходить соответственно был коктейль и мы были с моими подругами и гидами я говорю заказами и девочки заказали а девочки не пьют только и они а мне нужно было протестировать потому что у меня же группа когда идет то есть ты поешь людей в процессе экскурсии да вы покупаете какой-то алкогольный напиток то есть как они себя будут чувствовать понятное дело что ты сначала такой живенько живенько а потом я же откуда знаю как она там сложится и вот в общем маленькие коктейли не всегда то есть да когда вы заказываете типу не мне надо большой виски кола чтобы этом полвечера с ним сидел за 300 рублей не всегда вот реально ты вот смакуешь вот эту 50 70 миллилитров эффект если он тебе так нужен ты получаешь в общем то тот же самый а эстетика восприятия пространство разительно меняется это правда хорошо ну и к тому же вот эти вот прелести которые вас просто подталкивают на разговор понимаешь чтобы не просто пили и и при бродили а чтобы вы еще могли вести беседу внутри ну короче это как вот шоколадом ручной работы мы недавно были пицца это искусство ну надо перестать уже отойти от этой спивающейся темы и у брютифуль все но все так мы тебе девочку быстро найдем скажите пожалуйста что это не слышал как еще просто буквам а у нас там гадюкина там чисто нравится мне всегда но я не знала про лиды блан вот этот я думала что там какие-то вермут потому что как но мне кажется ахматовой бы понравилось это точно как и описано у вас но в любом другом случае коктейль понимаете да серьезно алкогольный поэтому два таких пить не надо не на поэтому мы ограничены садим они знаешь что очень хорошо очень хорошо а ты вот останавливаешься когда в отелях ты какой критерий поиск отеля в паре не на париже когда останавливался понимаешь мне абсолютно было плевать какой отель потому что там сам город диктует мне надо было просто кровать и душ и я два раза останавливался возле двух вокзалов герденов и герден лес и это самый чернушник поэтому они такие шванские то есть там одна звезда ну а так когда едешь не вот так нас нет ну хорошо я ним я не буду лукавить да у меня были я останавливался например в цокольниках в парк и не потому что там там совершенно потрясающий этот завтрак и бассейн для меня бассейн в отеле очень хорошо вот веревание недавно был очень крутом отеле завтрак так себе но вот опять-таки бассейн центр города понимаешь в чем дело когда я помню берлин приехал я снял ну такой кстати очень дорогой ну там было вот такое причем это был это был на следующий раз я ездил туда с девушкой и был отель попроще вот мне надо махнуть зачем мне вот это все у меня есть такая традиция например в этом и любви к путешествиям я серьезно говоря когда не могу путешествовать я дома мебель переставляю то есть настолько мне важно движение вот как я могу сесть за рульте сейчас у меня выходной и вот прям куда-то ехать сестра резко любимый на море и как куда-то куда угодно могу останавливаться в отелях у нас прибрежных нравится тоже один день в неделю ты ходила к парктологу у тебя там шила нету то ли не смотрел о чем говорят мужчины последних когда то ли шило стало меньше то ли жопу больше шевеление чувствуется но уже не так поэтому только самостоятельный выбор и при выборе отеля у меня например основной критерий всегда это чтобы было спа ну да то есть либо что было там сауна бассейн что-то спа спа я как правило отдельно хожу то есть например в ялте когда мы были там несколько раз там да вот есть совершенно потрясный спа потом где же это еще то было ну в общем не важно но я понимаю тебя и вот какие-то такие вещи которые то есть у меня например есть маршруты которые да там составлялись когда-то то есть мы ехали целенаправленно у меня мой бывший муж на тот момент он не как бы не понимал разницу между там отель бутик отель мотель то есть в чем разница и действительно же в ресторанном мире тоже есть ресторан кафе столовой сейчас все такие кто смотрит очевидно просто просто ночью разбуди я тебе скажу и мы выбирали маршрут ехали мы тогда через эстонию там прибалтийские страны у нас было каждый остановка мы ехали на машине там каждые там типа ну два дня в одном городе переезд два дня переезд и мы выбирали отели как раз по категориям то есть от хостела до там бутик отеля до каких-то до апартаментов которые там сложно найти и вот эту вот разницу было вот такой то есть цель путешествия вот как бы до через такие вот штуки когда в турции недавно я тут ездила маршрутом прибрежным маленькими городами не туристически я хочу на запрещенной сети в закрепленных там есть маршрут придешь ставь лайк он горит еще же вот в них вот в три таких коктейля 3 топора да да ну все оливки конечно я с вами было приятно иметь дело когда был в этом нам пора в афинах да давай когда был в афинах конечно такие оливкин их натуральные посчитать на на я тебя еще мало того уверяю коктейль доходит а у нас сейчас до следующей остановки короткий промежуток поэтому не теряйте меня подписывайтесь ставьте лайки ваша поддержка будет нужна сегодня у тебя там вторую передачу понимаешь мужики волнуются можно спаиваешь девчонок кто тут кого спаивает блин а такая девчонка подожди там вторая категория комментаторов это те которые но это она пока пока сейчас большое спасибо спасибо гостеприимство особенно хозяйки удался майонез если я не буду говорить эту шутку услуг ну ты знаешь это что куда что если вы заскучали на вечере то есть смысл встать на табуретку и громко назвать хотя к вечеру разрядить обстановочку это знаешь у меня знакомый рассказ у меня тогда фраза была твою зиму и один раз он был в гостях где хозяйку звали зимой испытал массу что мне мама всегда говорит что ты мама что нельзя материться ангелы разлетаются слушаю это мама я сказал аккуратней сейчас я согласен что нельзя материться определенных в обстоятельствах есть обстоятельства в которых мне кажется наоборот надо это делать если этого не делать есть сразу вспоминается мне история которой пришлось и из девочки оскалится это когда у меня строительная бригада заканчивала ремонт все-таки строительная бригада заканчивал ремонт дальше станечка пойдем ролл да да я иду за тобой и тогда пришлось конечно объяснить нет есть категории граждан которые по-другому не understand it так забирает пока павел телефон мы с тобой можно сбежать номера гламурная чика такая да да стиль стиль наше все это ягодка то растет для кого-то такого а тебе не кажется что петербургский стиль это вообще отдельный вид сумасшествия да абсолютно согласен у тебя есть эти эти подруги я всегда жду когда у меня ну то есть я же экскурсовод гид и соответственно ко мне должна прийти однажды любовь на шляпу вот эту летнюю знаешь когда ты немножечко такая господа а вы как декаденствуете как у как у вас этот упаднический ваш существенно и отдельный вид искусства это знаешь из таких мест выходить и вот мне кажется этот кусок санкт-петербурга то есть всегда же ходят гуляют преимуществом по невскому проспекту приезжают туристы куда он идет по невскому проспекту и очень редко почему-то ну нет я не про всех я говорю про то когда вы приехали у вас там два дня вы не знаете куда идти вы сняли себе отель например там где-нибудь в углу васильевского острова потому что посмотрели на карте что 5 километров это очень серьезно не пройдем что ли и поселились там а потом выяснили что от центра туристического мира вас отделяет 8 станций метро ну ладно уж васильевский остров не быкуй нормально тоже почти центр я к примеру и получается что вот эти вот все улицы зако улице огромное количество маленьких кафе галерей каких-то интересных мест турист упускает из виду о вычитал что оказывается вот сюда раньше был отдельный вход и вот их и великий князь михаил александрович дом из дома в отель младший брат николая второго специально здесь снимал номер даже весеный номер где со своей это его будущий брат суви они тусовали что на фон здесь мог выходить типа никем незамеченным ты знаешь же эти про маскарада вот кстати павлова к вопросу да нашу предстоять как я тебя к ней виду ну да 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 я просто виду по женщинам ты ты знаешь я знаю куда меня ведешь а смотрите чтобы сориентироваться на площади искусств вам необходимо найти памятник александр сергеевича посередине он вам рукой прям практически укажет куда заходь сейчас здрасте а мне бы алексея сейчас в галерее монтаж нужно будет узнавать кого что но когда будет передача однозначно уже не будет этой экспозиции в этой выставке да будет что-то другое что обновляется постоянно и вот это как раз тот самый момент когда гранд-отель европы в коллаборации с галереей продают картины и соответственно тут есть такая уникальная вещь для любителей искусства в дом когда допустим шпалерная вот эта развеска на стенах высоких до не у всех же дома так и у них есть комната в которой ты можешь присмотреть картину как бы формате твоего дизайна интерьера под хрустом будут низкие потолки там типа из серии картина будет висеть над диваном и ты можешь себе представить как она там у тебя будет смотреться можем раздеваться можем не раздеваться но это все равно придется делать часто ну давай часто знаешь я когда примерочный берешь одежды долго я смотрю думаю мерить или нет и потом беру много сразу каждый раз не просто так что я практичная прагматичная это начало рэпа я практичная прагматичная да мы пойдем сейчас мы нам нужен бар мы там сделаем заказ и послушаем давайте я вас найду вас зовут татьяна очень приятно павел так ну что ж искусство может быть не скучным даже современная особенно люблю людей которые у меня дочь так малюбит поэтому в общем разбираться в искусстве если есть желание то всегда найдете где а если желание нет и хочется закопать поглубже то всегда есть для таких как мы с вами бар это единственная галерея но если не братья рарту в расчет где здравствуйте нас с вами пожалуйста пиво балтика тройку не поверишь но есть мне кажется пиво есть и все и все дерется как мальчики понимаете сначала бросит понты потом такой слушай я тебе предлагаю после значит раз мы пили джин тут есть такая она обращается ко мне типы я такой самилистами стажем да конечно дорогая раз мы пили джин то давайте знаете что пока еще не все так плохо мы будем лимончелло шприц потому что здесь коктейльная карта в общем-то маленькая и бар акцентирован на вина вот этого здесь в достатке и выбор значительно крепче и больше но в формате нашего коктейля лимончелло на лимончелло шприц нет одном и мы нищие русские с нами бог а также моя карта тинькофф бизнес и мало того ты же понимаешь вообще где мы мы дома у кого анны шки ну так аннушка ты с кем жила да у нее был меценат который ее и трахал и не пел слушай ну там ниже жестокой на самом деле вообще да такой себе да да ни врагу не пожелаешь я раз у меня есть на самом деле друзья мои отдельная экскурсия по этому поводу где в свитере со снежинкой хожу и немножко про аннушку расскажу давай зайдем балет сейчас у нас проходит манеж и выставка да и мне не хочется идти по шаг балета манеж я я была я была я ходила и естественно как формате я пришла туда свои подруга поржали походили но мне позволяет опыт и набранные знания как бы да эту выставку пройти насквозь конечно для людей которые от балета далеки хотят разобраться она прям классно она будет долго идти она прям хорошая на стоит своих денег поэтому провести день вполне вполне ну анна павлова интересно тем что она пока по своей конституции очень сильно отличался кшесинской потому что кшесинской была такая немножко это а ты помнишь эту историю кшесинской и этот можно кстати ну как она и это как она привезла ее к себе на дачу да 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 и как она и высыпала украшение до павлова приехала к кшесинской на дачу это значит подарил украшение слов что если ты вообще правильно себя поставишь что у тебя этих побрякушек будет больше чем определенной субстанции забани да то есть это к вопросу о том что про кшесинской очень часто говорят что она такая была сучка холодной и так далее а павла вспоминает что ну я очень ревновала самое главное очень ревновала к своим значит конкуренткам и никогда не давала им танцевать а павла вспоминает совершенно обратно что мальчика была очень вот с ней очень добра приветливая мать то есть ты решила до пятого раза не ждать вот прямо сегодня это чувствовать меня лишь пока будет готовить единственное я взяла конечно плие батман плие вот это вот как это неприятно что я этого не знали мало они разного размера но я понимаешь золушка ты золушка да я просто когда хожу от мимо где у меня дитя те живет доме старых процентов а вот очень часто ты встречаешь вот этих вот вот этих вот они вот так вот тут ноги вот так на 180 градусов и взгляд такой абсолютно пустой о так на что смотри тут видишь вот все могу умею практикую на самом деле это же очень сложно чтобы ты понимал да я то понимаю понимаешь я же стоял то я же занимался четыре года хореографии но согласись не фуанта у тебя татушка что я понял так ну все я сломала ногти на ногах теперь ты я вот поэтому поэтому у меня нет айфона как мы поняли в этой чудесной комнате можно примерить можно попробовать и вообще в принципе уникальность всего места препровождения в общем то то что этот мы ну как музей до сохранили потому как само здание же по назначению что давным давно не используется и насколько я помню там меценат ее помер в нищете не досталось ему наследство которое они зарабатывали трудом совместно так ну и надо сказать что собственно классический вот этот вот танец умирающий лебедь мы говорим умирающий лебедь подразумеваем собственно павлу потому что знаменитая постель сировская по моему это была афиша для сезонов дягилева в париже и она висела по всему городу поэтому были времена когда russian culture между прочим очень активно двигался во всяких загнивающих ныне недружественных странах и конечно я ты была на высадке у дягилева посвящен я так не дошел пока не шевенецком дворце все доехала ахматова ахматова там в общем тоже пока имеет отношение ну что мне прям очень нравится вот та комната где тебе говорят что можно покупать картины примерить на дизайн она как раз через комнату анны пауловой там это немножко адаптированный дега адаптированный мне нравится первая картина безусловно она по телефону говорит мне кажется как ты у тебя где-то есть альтер-эго я просто опять-таки недавно были в главном штабе смотрели на на дега там они просто сделали отдельный а я там теперь есть комната постелей смысле не бильной постели до туда приходят пионеры до в музыке вот и соответственно и там картина которую я совершенно точно помню что я не видел парни тоже никогда то есть они специальных вывесили вот такая идея вообще я тут сходила ты же знаешь о том что да в эрмитаже собственно как и других музеях используя там мою аккредитацию вида на иностранном языке и на русском языке не имею права вести но я тебе открою старшую тайну сейчас они закрывают на это глаза и он не ведешь там небольшой если это небольшая группа да они как бы и так на это закрывались глаза там как ну потому что все все понимают и у меня есть маршрут который знаешь его когда начинала водить с иностранными группами точно такой классическая версия обзорная экскурсия по эрмитажу когда ты идешь все знания практически а тут я чем больше и чаще хожу с индивидуалами раскрывается мне каждый раз я думаю то ли я старею то ли насмотренность моя стала не только личный опыт конечно ты используешь и поэтому видеть новые картины это прям не но просто как бы констательно вот французской школы более-менее я там все излазил свое время и и третий этаж от пресловутые зимние дворцы и вот сейчас когда они приехали я фиг знает но у меня реально ощущение что ведь я этих картин не видно что они просто пользуясь тем что у них там теперь больше площадь и просто давно не было масштабе обзак они в заказниках а на старой деревне вот в этом знание мне там я не был но я понимаю да я просто свое время не скажешь там одни кареты но теперь там есть они вы выставляют делать и для меня было большим удивлением потому что я всегда думал так то есть ну как где-то там тогда что эрмитаж это вот зимний дворец а потом стал открываться страшные тайны что это большой комплекс и еще много дочерних музеев которые входят даже был филиал в амстердаме следующая тема у нас огромный желтый коктейль готов мне кажется знаешь мы еще не расскажите что там я у меня к лимончелло отдельный вид любови еще со своих итальянских времен потому что лимончелло обычно закрывают вечер особенно после мясных блюд он идет таким дежестивом и антисептиком скажем так то есть он убивает лимон алкоголь и соответственно свежая веточка мяты и у тебя получать новую трубочку музыкальная истерика обожаю ну хорошо что это один коктейль потому что кисло очень а те кисло а мне немножко там даже помимо кислоты помимо кислоты больше ничего не надо обычно ну да он кисло но такой кисло горький конечно ну да мне кажется лимон и этот сам как его зовут лимонка вот это нет вот ну да что там был лимонка граната в смысле вот это желтенькая зелененькая крючка чтобы не понимаете никто карина дело в том что девушка в образе что не видели здесь пробегала вот она пачки я что одна это видео мне кисло но прелесть этого бара то что все может запить оператор горизонт завален нет здесь по конечно про вино все-таки лучше однозначно но сама идея как тебе вот прийти мне нравится буду заходить потому что вот вот тебе новое место понимаешь города и если казалось бы что он в отеле в лобби ну все-таки надо как туда смириться с интерьером кому-то будет сильно тяжко я за время работы убедилась что есть два вида людей это которые в дворцовых интерьерах чувствуют себя как рыба в воде дома а вторые прям прогибаются я думаю мужики и бабы но поскольку мы живем в современном мире это уже не два рода это не просто человек это женщина и вот которые прямо то есть ну жили же люди вот это люди никуда нам и вот это вот эта мыслеформа и те которые такие только ты что моё я так живу и вот если в лобби бары все-таки может быть как-то временовато кому-то то галерея уж точно для всех всегда и однозначно встречи с подругой свидание давай мы заплатим по карте я только сегодня смотрела документальный фильм про взаимоотношения Анны Павловой и особенно нравилась мне история о том как то есть ну это же все равно любая балерина там не знаю артистка опять мне допивать это всё мне мне сказал мне кто будет это допивать мы можем этот бокал оставить на первом этаже или лучше не уносить вы можете знаете что давайте перельем просто с собой мы будем спускаться чтобы мы будем спускаться в ад я давно-давно в этот стаканчик и что любая артистка будь то балерина актриса это же не про стенички страшные все извините девочки ничего личного опять он бьет значит любит я же русская за балерин и скандалы их заканчивались с киданием пуант и в принципе ну вот эти вот истерики на тему то есть ты когда-нибудь был влюблен в звезду да ну или был кстати безответно еще бы ну реально у меня были чувства я за ней бегал она она пела в хоре потом потом солировала звали ее света не допивай на всякий случай а то сейчас начнется звонить бывшим это было очень давно это мне было вот как какого это же обычно всегда но когда мы знаем про любовь женщине женщины к там не знаю кому не знаменитую это какая-то истерика ну то есть да там не знаю кидаться вешаться а мужчина это же все равно такой ну какая-то альфа же должна быть что ты все равно добьюсь вот я как бы сделаю так что ты вот обратишь на меня внимание 800 лет это займет но будешь моя с годами это проходит у меня сейчас такая ситуация что я так ну как бы ну да да нет нет планы планы на вечер туда-сюда как пойдет приятель который вот его надо полутворить все и вся я а это это просто психотип или это вот это психотип то есть ты такой и был нет нет у меня конина по молодости я немножко конечно более был настойчив но все равно я даже в то время нашли да да нет не каждый раз у меня случалась такая история то есть ну просто даже вот не так давно у меня была ситуация когда когда это происходит с девушкой и ты тебе уже там сколько мне тут 47 лет да и ты все равно думаешь блин а как бы почему она не отдалась что я для этого кто я такой что для этого сделал потому что и как это странно все произошло потому что в принципе я как бы мог и не а тут бабах и вот и и для меня это все время ну ну такое откровение жизненное а тебе не кажется у тебя я вот против вас лучше говорю которые не подумайте ничего такого я сейчас вернусь туда откуда мы начали но про подвал бродячей собачки его кстати тоже зря игнорируют туристы но есть определенные все-таки наверное целевая аудитория которая понравится я долго на него смотрела почему никогда не было на на спектакле до которые там проходят и вот спектакль у нас петербурге называется он состоит из скетчей актеров зарисовки петербургские то есть там оля начала 20 века таково расположение в театре то есть вы сидите за столиками у вас есть заказ вам приносит это меню которые вот я видела наверное вот до начала двухтысячных наш когда кожаная папка коричневая и там файликах напечатан и там примерно такой же то есть горошек яйцом с майонезом и горошком то что я в общем глядя на это меню понимала что брать надо водку ну потому что тут как бы сейчас не поймут и я досмотрела спектакль в общем я рекомендовать не могу но игнорируете зря отдых как минимум одноразовый опыт в бродячей собаке у вас должен быть если вы настоящий турист и гость ну вот именно поэтому я не стал то заходить когда снимал в образе чебурашки у свой тур секса уго русской литературы где у меня бродячая собака естественно присутствовала поскольку но эти хочу сказать что там так было всегда пойдемте сейчас одну из коня у тебя смотри нам нужно на конюшенную площадь и мы можем пройти через этот шлакоблок либо по набережной как раз я завтра буду тут очередной разгулять рассказывать ой смотри к нам идут спасибо 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 у нас есть один петр алексей чего зовут леоня петров и других петров алексеевич это тот самый который еще ведет погода и других петров алексеевич и я не знаю вот да телефон со мной вот там стояла сонечка пировская и махнула платочком собственно я сейчас заткнусь потому что иначе ой не там ребята не там вот там допивай да вот там створи до створи нынешней инженерной улице и когда александр второй выехал соответственно ты катеньки дочери он ехал с просмотра войск и он с развода он не хотел туда ехать но приехал александре иосифов да и говорил что ее сынок будет дебютировать и что он очень хотел чтобы ты приехал саша и несмотря на то что долгорукого там на коленях умоляла не ехать или групп гурко говорил не ехать им оставался буквально чуть они накрыли их прошу же жиля бы был арестован вас 8 числа и я думаю что еще неделя-две и все тут как бы такой так себе конечно вопрос но потенциально так какие прогнозы но если на него и столько раз и до того покушались это же очевидный исход ну возможно да очевидный но понимаешь там там чем бы прикол была группа пассионарных людей и когда этих всех людей арестовали выяснилось что больше действует некому очень прикол все все думали сейчас начнется сейчас все там же там копали короче это весь исаки обкопали не обкопали искали бомбы тра-ля-ля какие нахрен бомбы у них сил было буквально раз да и обчелся поэтому неужели вот настолько я не знаю да то есть на сегодняшний день понятное дело что любое твой чих шаг все это все в камерах да то есть сейчас что-то мутить либо просто ты будешь неинтересен потому что мутка твоя мелкая если вы создам утка такая бросая коктейль молотова и и и не поджечь но но даже на то время то есть как раньше выглядел извините грибанал тогда и катеринский как раз где идем видите куча этих барок с там с товарами не не с товарами с дровами здесь только дрова дрова только дрова нет товары здесь никогда не это только дрова да и продолжай свою мысль и значит о том что если на сегодняшний день то есть более-менее как бы да то есть прозрачно все его но чтобы тебе доказать что это только дрова вот видишь это круглый рынок я тебе вторую где мои защитники в комментариях он меня второй раз перебил не ну я к тому что вот видите дрова 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 да перец пидор и вообще короче с женщиной общаться не умеет вечно им хамит и они терпят и липнут понимаешь и как давай таки закончил что значит на то время ты же нас посмотри если мы на сегодняшний день говорим про есть там 7 миллионов до 8 миллионов населения то в то время то сколько у нас там миллион петербург следить за миллионам людей без камер ну при этом то есть у тебя же тоже все прозрачно куда у тебя там носиной где у тебя там в лахте еще до какие-то своры где хочется тебя перебить но я держусь давай просто пачка в паспортах не было фотографий начнем с этого а как же желтые билеты проституток ну они были на фотографии фотографии появились позже в эпоху народовольца фотографий не было паспорта палились на раз абсолютно да это дальше ну слушай ну что говорить если у них был свой тайный агент в недрах третьего отделения то есть это считай как не зафигачить сейчас фсб просто крота понимаешь и и и вот чё чё тут еще полиция была такая вот что там такой народовольский хомиров который потом переметнулся правительственного лагеря писал что такая была чудесная полиция надо было ее беречь ну то есть как бы лох на руку коррупция появится позднее коррекции считаешь был просто имперский вот этот дух когда ты понимаешь что у тебя жизнь за царя это такая же проблема как советским союзом людям не далее самореализоваться особенно молодежи определенный момент и не шли навстречу общественным пожеланием суши ну ты фигачишь на заводе 14 часов были у тебя нету никакого там прости господи сус пакета и так далее ты живешь в условиях чтобы обращается как с куском говна и и прочее то есть были до были предприятия где все было более-менее окей и на них как правило стачек не было до сангали тот же самый и и лет москве это фабрика инема там не было стачек потому что там люди заботились но в основном приезжал на странный капитал вкладывал это местное производство рассматривал это все как китай вот в 90 годах типа ты там нифига не платишь 300 процентов прибыли и вуаля а правительство она ну вот абсолютно помощь ну бум бум то есть она не понимает что меняется эпоха и что надо немножечко властью поделиться а он там богом мазанный как он как он особенно нравится когда мы говорим о прошлом но как перекинуть это на день сегодняшний но вне сегодняшнем говорить так аккуратнее поэтому что есть такая тема как история изучаетесь чудесно у меня был пост о том что 1 марта 81 года никто не вспоминает абсолютно с тобой сейчас как раз вот и да и и по 1 марта да 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 потому что что чтоб царь этот нафиг никому не сдался реформатор что удовольствием теперь никому не сдались вуаля повестка дня совершенно иная наша с тобой смотри как романтично видит каррика о боже там сидит золушка кстати скоро скорее всего подарить придется поменять а мы сейчас прям в кимпинск они мы сюда не сейчас идем не не поверишь но от этого сложного разговора мы вернемся сегодня потому что она конюшенной площади в общем-то кони этих весьма самолично проехали потому как все эти большая конечно малая конюшина конюшенная площадь в общем-то вместе с вот этим данным зданием которое будет я не знаю еще сколько стоять неужели что то с конями связаны вот это давайте пишите в комментарии что здесь было до сбор от прошлого конюшеного мы перейдем к ржачу современную потому что эту площадь оккупировали маленькие клубы и бары и уже достаточно давно я давно не тусуюсь но здесь значит новая волна караоке баров не могла пройти мимо меня и поэтому я веду тебя в заведение которое называется сплетни открыла его она асти это та самое что поется артиком и асти это что-то убивая чувства крепким алкоголем там и так и сделаем девочка сплетни но и танцы ежедневно да соответственно и вот это новая карафф здравствуйте я татьяна и вот эта новая волна караоке клубов которая была как у нас формировалась клубная индустрия в питере питер во мне москва и поэтому у нас тут все централизовалась в баре под названием жопа москве в это время развивались большие клубные пространства большие клубные площадки и вот такой микс я сэкономлю вам калории и вот это караоке и клубная индустрия московская она потихонечку заходит к нам чтобы ты понимал на углу невского проспекта и по моему мойки уже открыта чай хана понимаешь а мы и не в курсе и вот так выглядит бар как вы понимаете место еще пока не полнится народом суши я не могу это просто просто перестань я тебе снова и сделать привет ребят и место значит новое понятное дело что здесь народу больше днем это заведение работает как ресторан кафе в общем здесь можно поесть вечером это все превращается в клуб и есть караоке зал но мы сейчас сделаем с тобой заказ потому что у них еще и чудесная барная карта с которой тоже сейчас познакомлю в общем как вариант провести какой-то праздник или попеть в караоке вот на view на view понимаешь так сейчас я подойду к ребятам спрошу куда нам присесть здравствуйте ребята мы за тот бар или сюда можно давайте давайте вы туда мы пробежимся с вами сейчас по смотри я тебя где жду как ты вообще относишься к таким местам тебе глянцево слушай не ну я я в том состоянии когда я слава богу да да нет нет финансовая я теперь могу себе позволить в общем то все но вес как его до другой стороны так ну давай мальчик да я расскажу значит у нас есть и бармен просто тебя будет не слышно поэтому не придется сделать есть коктейли которые собственно насти привозит как свои любимые да и поэтому они называются по названием ее треков ее песен а есть такая адаптированная барная карта в которой есть вот три блока три блока коктейлей например который будет ну интерпретация каких-то классических версий есть которые где мы используем современные технологии современными технологии которые зачастую используют вместо сиропов и кислой части и также есть для вечернего сопровождения ташоты на компанию но это мы не сегодня не сейчас знаешь что хочу я хочу коктейль которого у которого самая красивая подача наверное это то что с пола санта да да он довольно сухой у него как бы самая ароматическая подача есть красивая также подача у нас там что мы его подаем в теки стаканик раз таки выполнены в виде головы буты у нас такое же было джим тоники нам подавали в головах нет 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 выбирайте смотрите можно можно тот который дымится или тот который в красивом стакане одинаково вкусно один будет именно отталкиваться от вкусов давайте смотрите тогда значит роскошество это бурбон с печеным яблоком финна верма и пола санта вкусовое вкусовое мое однозначно так хочу и буду это джин содовая из свеклы и полыни эспума из ревня и грейпфрута а пока пока готовят коктейль я тебя меня напрягло во всей этой ситуации то что ты сказала что ты где-то ходила без нас сучка я больше никуда не пойду во-первых я больше никуда не пойду во вторых мы не виделись с когда мы новый год до хрена ваш я без тебя мало того я без тебя даже в марокко съездил я без тебя практиковала свой французский я ездила марокко практиковала французский и теперь мое вы ее понимаешь она еще и меркасси и вот смотри вот выйти к стакан а вы нам два будете делать нам один огонь огонь но я так хочу смотреть как он я беру на себя на все расходы хочу видеть просто я хочу видеть подачи да да дайте и 1 2 а я хочу знаешь куда с тобой сходить я хочу показать зал караоке давай пойдемте пойдемте зал караоке потому что значит анна асти говорит уже разлила ты посмотри у нас 3 анна ахматова павлова теперь и часть а значит рассказывает про свое заведение как про потрясающего качества звук на ее площадке и есть соседнее заведение караоке я там не была но наслышано что не какой-то адовый файс-контроль зайти сложно в общем и вот это вот здесь ну понятно дело что когда приходят люди то есть какая система депозиты или заказ а-ля карт это лучше конечно звонить уточнять там смотреть у них там запрещенных сетях да следить в телеграме в остальном качество звука могу тебе предоставить даже править будешь петь ну давай давай сейчас сейчас только можно нам песню для молодого человека а можно нам песню для молодого человека да у нас сейчас коктейли будет готовиться да буквально минута и ты будешь звезда давай я уже готовлю уже готовлю мокрые трусы застенчивые и или же выше у меня 17 марта выходит первый сингл потом второй сингл и потом выпускаем альбом да и в общем там будет до него чебурашка не сликнется я только начинаю здравствуйте здравствуйте нам как раз нужно было потанцовка спасибо большое что вы пришли мария это вот тогда заказ песни у павла мы ждем коктейли коктейль готовится дело в том что мы вчера разговаривали с андой мы не сможем включить так все пошли нахер отсюда все начинается ничего страшного мы простим анну мы его на сцену допустим какой звук божика красиво ну что ж тогда в общем остается на ваше усмотрение когда вы уже сюда приходите проверять качество звука но верить что мы пойдем проверять качество алфига не не посоветую как у зовут это не через мария лимончелло действует леди мэри не я просто выполни представили или я тупой я сказала ты просто хохотал ты просто хохотал пойдем тогда я тебе покажу куда группу с пушкиным заносили слушая что он был неоднократно вообще тоже не примечательный собор по факту это тоже много кто проходит и даже знать не знает о том в общем то что здесь мало того что святые места какой шикарный стол да согласись просто есть столы допустим в ресторанах там с видом на казанский собор там дедом книги и сейчас тоже новый сделали не помню как он называется но что-то тоже с видом на казанский но есть же до альтернатива на следующий должен быть стол напротив собора сколько там осталось сейчас мы сейчас мы выпьем как я перезарядимся я думаю мы справимся или надо за нет мы мы поменяемся отлично ну что ж как тебе твоя голова а как он сказал вот эти вот замены какой-то он снова произнес что именно я пытаюсь быть типа продвинутым пользователем интернета но он сказал что мы используем вот кисло-сладкий чё-то и перед этим какое-то слово он сказал а все я поняла только я тоже забыла мальчики помогите нам как вы сказали какие коктейли еще раз по блокам как они там называются слово вы как это сказали такое нет вы используете новые технологии как бы смотрите есть как сохранить актуальному это старая мода как бы и сохранить актуальному тоже время коктейли старый крач старая рецептура но прочтение да 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 и что вы используете например если это мы берем коктейль хочу и буду мы используем даже спум это пены не не какое-то было слово такое что мы будем смотреть теперь пишите короче в комментарии что там за слово такое будем его искать ну что готово это мозги хоть где-то они есть давай так мои мозги не здесь а здесь жгите полосанта смотри ты же знаешь зачем вообще нужно полосанта нет полосанта очищает пространство это же как ладан как ну видеть я кстати заметил здесь немножко пространство загрязненное я чувствую надо поджечь что-то видишь я же заказываю видишь специально зачастую использую как раз таки в индийской культуре также полосанта для того чтобы отогнать заготовку поэтому видит короче я понял он очень полезен для организма видит бог не пьем а лечимся мы бухаем по буддиски смотри если ты понимаешь если сейчас тебя отсюда не отгонит моя киска моя киска мы бухаем по буддиски ты понимаешь мы могли пустить его просто в караоке чтобы я не слушала эту песню так ну мне нравится запах полосанта подача интересная давай я попробую значит помимо самого запаха беда который мы используем мы выстаиваем так же на полосанту как-то таки коктейль из блока с и кто не культуральным подразумевает собой что используются современные технологии мицологии в принципе современные тренды ну очень модно сейчас распространено как раз настаивать на различных травах кореньев мне не хватает честно признаюсь мне как вы поняли есть чем сравнить поэтому мне не хватает вот как раз таки глубины да мне не хватает чтобы оно раскрывалось всё на рецепторе ушло вот в бок и пока не не проиграла хотя может быть сейчас горечь появляется ну от вермута да но тут вермут очень чувствуется ну слава Богу хотелось бы попробуй пожалуйста тебе опять ничего не дают мне что-то дерется нечая ну а с мозгами что да в принципе я свою радую Сама посудоподача говорит за себя. Можно здесь вторую трубочку? Да, можно вторую трубочку. Довольно распространена, в принципе, вот он даже крепенье. О, а это уже статуя свободы. Так мы немножко сместили. Отъевшуюся. Туратики довольно распространена, как раз таки, в странах Каибского бассейна, где подают различных резных по бокалах различные. Ты знаешь, если... Как на Джинни, так и на Роме. А как ты думаешь? Но следующее используют колотый лед. Мы же используем как раз таки вот пену, которая... То есть там есть лед? Есть, да. Мальчики, если потереть щучки Буди, то даст. Сидорная пшевая пена. Если потереть щучки Буди, то даст. Пола-санта, девочки, пола-санта. Ну, с собой, конечно, оберег. Видишь, так что есть чем заняться в баре сплетней, однозначно. Ну, как тебе? Мне он... Серьезно? Я не очень понимаю. Либо у меня, короче, какая-то диспропорция с балансом. Но он слишком сладкий. Вот у меня даже не то, что сладкий, а у меня именно, ну, баланс. То есть, ну, само, да, вот ощущение внутри, у меня что к одному как-то, что к другому. Единственное, к чему вопрос, ну, баланс. Вот, наверное, то есть если у меня... Да-да, коллега, я вас поднимаю. Если у Ахматовой, понимаешь, к балансу не было ни претензий никаких. То есть, да, оно было выверено, и тебе было вкусно на всех этапах. То есть от губ к языку, к горлу, там, да, и вот как бы общий, и послевкусие. А здесь у меня есть... И я бы не сказала, что мы там много выпили, что у меня все рецепторы засраны, я ничего не чувствую. Все я чувствую. Вот, как вы говорили, вам хватает глубины напитка. Есть другой совершенно. Вот это, например, напиток, или те, которые любят прям сухие напитки? Вот, типа, да, мартини. Нет, ну, если мартини, то это мартини. Если брать и говорить о каком-то глубоком вкусе напиток, который прям проникает, это, к примеру, тот же коктейль, сейчас сидят, его увижу и покажу, это Hot News. Вот смотрите, да, опять мы сталкиваемся снова с такой штукой, как... То есть, вот человек приходит... Как выебнуться? Это, во-первых. А выебнуться можно, например, только одним способом. Бесконечно обучаясь. И когда... То есть, как сделать правильный выбор с коктейлем? Почему люди разочаровываются в коктейлях? Вот он приходит, например... Люди разочаровываются в коктейлях, да? Но те, которые пьют виски-колу, ром-колу, нет, конечно. Как далеко я от людей? Разочаровываются в том плане, что ты приходишь, заказываешь какую-то большую штуку, там, заплатил за нее полторы тысячи рублей и не напился. Понимаешь, то, что нужно там, да, человеку? То ли дело взять просто водочки-бутылочку. Вот. Понимаешь, но культура питья. И вот именно от этого, как сделать правильный выбор? Что вы... Вот вы разговариваете с гостем? Да, конечно. И вы спрашиваете, да, что хочется? Я работал до этого бара. Все меня научили... У вас так будет не слышно. Двигайтесь ближе к нам. До этого бара я работал в одном месте, где как раз-таки в заведении нет меню, в принципе. И меня научили там как раз-таки выверять потребности гостей, которых всем приходят. Ну, спрашиваете, что вы... Ну, я не знаю, что я буду пить. Вот, я посмотрел меню, мне ничего не нравится. Ты уверяешь потребности, что вы обычно пьете, что вам нравится, какие духи там у вашей мати, какой шоколад вы больше любите. Горький, сладкий, молочный и так далее и тому подобное. Даже в зависимости от того, как вы... Ребята, в сплетнях работают хорошие бармены. Поэтому даже если вы... Если, короче, вам лень, вы жметесь на психолога... То, пожалуйста, сюда. Здесь дешевле. Напиток, который хочет пить гость, зависит не только от того, что он хочет чувствовать на языке. Меня зовут Глеб. Глеб. Меня въезд, и за попу тронул мужчина. Поэтому какой коктейль вы мне предложите? Вам надо забыться, вам надо бутылочкой олечки. Идеально, идеально. Мне бармен, я тебе кричу. Это нужно забыть тебе. Тут никакая песня не поможет. Глеб, пять баллов. Тут даже такой момент. Очень много факторов влияет. Опять же, атмосфера влияет на... Текстура даже самого бокала, именно его составляющая влияет на то, какой ты будешь в дальнейшем ощущать. Что тебе... Винни, пожалуйста, Глеб, мы с тобой. Мне понравился этот. Этот, этот понравился? Ну, разные, как бы, вот, но, да. Я просто, знаешь, все больше, наверное, прихожу к тому умозаключению, что мне нравятся маленькие, Паша. Потому что я вам тебе подходил идеально. Бэйби, it's me. Паша, там... Моя полшишечки. Мне придется к тебе со шкаликом приходить. Чтобы ты сначала забылся, а потом смирился. Потом ты достаешь лупу и такая, так, но... А потом я, понимаешь, и поэтому у меня всегда с собой... Займемся микроанатомией. Ну, слушай, подача красивая. Да, подача нравится. Просто. На самом деле, ценник на... Вообще на напитки, то есть, если... На демократичные еда, это абсолютная правда, потому что, если коктейли, средний сегмент, окей, ну, как бы, я имею в виду, по цене... Вообще на то, что мы в Европе заплатили 950. Абсолютно. И, мало того, по крепким, по крепким напиткам... 650 за коктейль, тысяча за три шота, то есть, это по сколько нам получается, по 350 рублей, там, плюс-минус. И напитки, просто, допустим, да, ну, там, не знаю, кого возьмем. Ну, джин за 350, от 350 до 900, в общем, ну, лояльно, очень, очень. А есть еда? Да. О, смотри, водочка по 300 есть. Так, и, то есть, можно прийти днем и полноценно поесть. 12 дня уже. Даже устрицы есть, а есть прям аквариумы? Да, ну, нет, 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 аквариумы, у нас нет денег, да, да, потому что ночь у нас довольно бурная, и так его прогоняют. Я обожаю этот сленг, типично московский, потому что подвинишка. Подвинишка, да. Подвенцов, подвинишка у меня просто, ну, серпом по уху, но в моей петербурженке. Ладно, мать, надо двигать дальше. Двигаемся, да. Ребята, спасибо вам большое. Спасибо большое, Глеб. Мы к вам придем обязательно еще. Вы чудесные, спасибо. Всем спасибо. Прямо спасибо. Всем спасибо. Вот это... Нет, нет, все, мы можем идти. О, бомбочки, кошечки. Я угощаю, конечно. О, бомбочки. Я понял. Это вот... Мне нравится вот эта манера, когда она договорилась на халяву и говорит, я угощу. Павел. Ой. Вообще, что-то, вот там что-то умное должно было быть сейчас после Павел. Пойду сюда гардеробщиком работать. Пойдешь, конечно. Как раз и... Что-то ты должен работать вне сезона. А у тебя как, кстати? Ты же прям каждый день занят и ангажирован? Нет, сейчас нет. Сейчас как раз время, когда я все-таки какие-то проекты делаю. Там книжечку свою пишу. У меня летом начнется жопа. Ну и вообще смотришь. А что ты делаешь еще помимо книги и песен? Слушай, ну всякие вот иногда коммерческие заказы всплывают. А ты делаешь что-то интересное, когда, знаешь, ну когда... Нет, нет, я ничего интересного не делаю. Нет, ну ладно. Нет, ну на самом деле еще я это не анонсирую просто. Потому что кому надо, то кому надо. Но иногда я провожу еще частные экскурсии. Просто они у меня стоят дохерища 50 тысяч рублей. 50 это за какое-то время фиксировано? Ну это за стандартную экскурсию, да. И поэтому понятное дело, что мало кто это может позволить. И у меня этого даже... У меня этой инфи нет нигде, там ни на сайте, ничего. Но ты это делаешь именно, то есть у тебя информативный блок. То есть если, ну условно, к примеру, у меня... Да, у меня информативно-иллюстративный. Ну, например, вот очень прекрасные люди просто переехали из Москвы и выйдут ко мне своих детей уже второй раз. Причем дети сами попросили про блокаду. И для меня это было прям бальзам на сердце. Я реально водил в очень холодный день, рассказывал им. А там, ну... Слушай, очень здорово. Я вообще, знаешь, заметила такую тенденцию о том, что и у туриста, и у гостя, значит, появляется интерес к исторической справке в контексте других их мероприятий. То есть, например, едут на юбилей, и вот как бы, да, трассовая экскурсия, то есть это, ну, по дороге то, что имеется в виду, то есть пока мы гостей везем. Или когда молодые ушли фотографироваться на фотосессию, а у вас гости не пришей кобыли, да, и вот как бы чем их занять? Мы можем пойти с тобой, знаешь как, по красивой аллее и перейдем во дворы капеллы. И, соответственно, вот как бы вот эту вот паузу занимают экскурсиями. И поэтому в контексте шикарной информации приятного человека 50 тысяч, ну что это за деньги, я себя умоляю. Нет, ну я имею в виду, что для людей, которые ходят в такие заведения, деньги считают все в нашем сервере. Да когда, особенно когда ты их умеешь зарабатывать. Да, особенно когда ты их умеешь зарабатывать. Но практика показывает, что да, есть люди, для которых это абсолютно нормально. Просто есть люди, которым это неподъемно. Неподъемно приходи на мои групповые туры. Или вообще ко мне не приходи, а вот есть другие, да, персонажи. У меня, знаешь, к вопросу ценообразования совершенно недавно изменилась какая-то внутренняя парадигма того, как я вот к этому отношусь. Потому что я долгое время... Я, кстати, хотел с тобой поговорить об этом после съемки. После съемки. Да. Ой, понятно. Сейчас еще два коктейля. Нет, да я... И все у меня будет. Все, хорошее. На тему, что, значит, сколько должны стоить твои услуги. Потому что долгое время, например, после курсов я считала себя, знаешь, это синдром самозванца. Что я не имею права... Не имею права попросить как бы среднюю цену там рыночную. Потому что, ну, я же только начала. И это было совершенно... Таня, нету никакого рынка. Этого рынка нет. Рынок это когда на рынке есть, не знаю, там, 200 частных гидов и все они пользуются спросом. Вот это рынок. А когда их два с половиной штука, да, и каждый там вот так вот, знаешь, ну, типа, вот столько. Это не рынок. Это как бы... Я же вот это все... Все это количество, которые сидят и ноют, как бы, я их даже не рассматриваю всерьез. Ну, вот, а у меня только, понимаешь, сколько прошло... Сколько? Шесть, семь лет прошло с тех пор, как я закончила учебу. И вот только, пожалуй, после уже того, как начала продавать свои гидов, уже когда есть опыт организации вот этого всего, то есть, да, когда ты уже сам отходишь от дел, ну, в плане лично рассказывать, хотя такая потребность поговорить у меня есть, и я, ну, ее периодически устраиваю и беру заказы, но преимущественно все-таки организовываю, потому что это позволяет быть на дистанции. Так уж случилось, что теперь я живу на две страны. А какая вторая? Турция? Ну, естественно. Это странный вопрос. Куда уехали наши праотцы, понимаешь? Поэтому так случилось. И, соответственно, на расстоянии контролировать это значительно проще. О, пока идем, потому что сейчас такая внезапная опять. Знаешь, что это? Чоп-чоп? Вот там, в углу. А, в углу? Это, это... Это... Господи. Консткамера ароматов. Это господи? Нет, это консткамера ароматов. Это гильдия парфюмеров. Да что сейчас я тебе рассказываю, пойдем просто покажу. Ну, пошли. На минутку, на секунду. Может, ты мне там фарфин подберешь? Да, только... Мы к вам у Павла Перца снимаем на YouTube-канале. Вот я решила. По пути захватите вас. Поэтому... Прекрасно. Хотите присоединяйтесь к нам к разговору? Да, мы хотели просто... У вас есть одеколонны, которые можно пить? Одеколонны, которые можно пить? Потому что у нас экскурсия по барам. Мы не можем отходить от программы. Или какой винички Ерофеева они... Смотри, как он смеется, совершенно не зная, что у Оксаны есть такой одеколон. Да. Да, но он думает. Соберпотребляю. Когда мне надо перебить вот этот вот запах... Давай я тебя познакомлю с другим, с другой темой. У нас есть вот камера запаха, за которой тебе... Не то что пить, да? Жить не захочется. Я шучу. Запахи отвратительно притягательные. Они отличаются тем, что на разных людей действуют по-разному. То есть есть... Да, ему такой. От отвращения до притяжения. Вот этот запах. Ну, такой, да. Потому что это свежескошенная трава. Ну, он свежескошенная трава. Но почему-то в контексте городском... Удивительно, да. Это самый приятный. Это какой-то бренд выпустил парфюм с запахом асфальта, я помню. А вот. А это гиасмин. Здесь уже сомнительная... То, что надо. Стой на месте, стой я. Я сама почувствуешь. Я же топорылый мальчик. Вот. Дайте, дайте. Примать. Понимаешь? И так? Чувствуем запах. Да, я. Вот это гиасмин. Гиасмин выделяет земля, когда начинается дождь. Я бы не сказал, что вот у меня от него как бы прям это... Нравится или нет? Ну, более-менее, да. Ну, я не могу сказать, нравится. Но он не знает украшение. Можешь. Он вас принимает украшение, да. И они, они приятны. Для меня он очень приятный. Я очень люблю. Я люблю грозу, я люблю запахи. Я надеюсь, в начале мэра. Ужник не в роде. Познакомил на своем. Я! Я сел на своего конька. И пускакал. Больше мы ему не наливаем. Кадаверин. От латинского слова кадавр. Да, я знаю такое слово. Что это значит? Ой, наверное, труп. Молодец. Смотри, образованный человек. Чем пахнет? Конечно, трупом. Образованный матью и отцом. Пахнет прямо трупом? А как, ну, Оксана, как найти? Это же надо было откуда-то взять однажды запах? Тут трупа. Или это просто химсостав? Это одна молекула, это даже не состав. То есть, или это парфюмерка? Короче, кого вы грохнули, просто сравнайтесь нам. А вот кто заходит и нам не нравится, мы грохаем. У нас вот там экстракты, делаем экстракты. Машенька, четвертого, пожалуйста, принеси нас. Мало того, я тебя знаю всегда в контексте, то есть, вроде бы, казалось, мы по барам ходим, но посмотри, это же тоже может быть вполне себе баром. Мало того, Оксана, есть мастер-классы, где можно составить эти духи. Мало того, есть даже парфюмерный бар, и я в нем однажды участвовала. Мне надо подобрать парфюм. Легко вообще, это при чем? Ну, принимаешь, проблема в том, что я как классический клиент, а классический клиент, он что? Он сам не знает, что он хочет. Ну, ты так, это сапоги императора, все, ничего не знаю. Я, значит, пользуюсь здесь, у меня есть, как называется, сивильская фиалка, да, мой любимый аромат. Это он мужской или женский? Женский. Сапоги императора, так как кожа. Может, я пидором хочу стать. Легко. Вот берешь этот флакон и все. Альфа-муск мой просто фаворит, последний. Купила, душусь, мужики сходят с ума, женщины ревнуют, понимаешь? Да, вот он здесь уже нанесен. Вот так ты можешь его. Ну да, вкусненько. Вот оставь себе где-то, если есть? С томатным соком и с вермутом нормально зайти должен. Слушай, я не удержусь. Так, надо? Или ты будешь просто со мной ходить? Не, я буду с тобой ходить. Зачем? Все. Я тогда, в общем, тебя приглашаю сюда в любое твое свободное время. Уверена, Оксана будет рада тебя всегда видеть. А мы идем дальше по маршруту. Севильская фиалка? Ну, я не могу. Да? Ну, это история. Это история про Багарне. Так пахло Багарне. Да ты что, серьезно? Я тебе несколько не подхожу под образ? Ну, я твой Наполеон, детка. Вот она уже нанесена там, смотри. Да? Да. Вот так я пахну по выходным. Ну, мои полшишечки начинают расцветать потихонечку. Это мы взяли с коктейля Анны Ахматовой из Европки. Мы сегодня идем просто по исторической справке. Как только Паша выпустит ролик, я обязательно вам, Оксану, отправлю. Спасибо, что приняли. Кисоньку как зовут? Иосиф. Иосиф? Простой библейский. Бродский, так вот ты где. Он обернулся же. Не выходи из комнаты. Да, спасибо, Оксана. Не выходи. Сбежался от тебя, Иосиф? А у меня есть мое личное стихотворение. Давай. Не любит... Иосиф Бродский не любит клетки, а любит Ося филе лосося. Ой, боже, как... Ну, это же великолепно. Это так, ну, это... Ты он гений, ну что ли? Да? А вот ладно уж, раз пошла такая пьянка, иди сюда покажу. Ладно. Давай, девочка. Вот это мода просто, я называю, поднятые жопки. Да, то есть вот раньше, представляете, девушки так вот ходили, вас так с утра так... Затянули корсетом. И все, и вы так... Слушай, это же накладка, не накладка, как она там называется, на корсетную вот эту юбку нижнюю. То есть там вот этот настил... Ну да, да, жопка вот эта жопка. Много... Как его назвать так, господи? Многоступенчатый. Многоступенчатый. Ты представляешь вообще, насколько это же непрактично, неудобно и ничего удивительного, что ходить никуда не хотелось? А мода на платье, которое нужно было надевать на мокрое тело? А мода на лосины, которое для мужиков нужно было надевать на мокрое тело? А ты не жалуйся, потому что, знаешь, что-то один балл и туберкулез, а ты просто в трико. То есть их надевали, они всыхали и все, и вот они... И разрезают потом, соответственно. Вывыскают, это просто жесть. А мода на то, что нужно, например, во всяких полках, как я грамотно ее не пропустил, а? Не теряю класс. Ну ничего ничего. Шесть лет в Вологодском колледже жлобства не прошли даром. О, там, где вы учились, Павел. Да, вот здесь, кстати, Пушкина сделали из газет. А что здесь тоже каждый раз? Это из филармонии кафе в ту сторону? Или это кафе, в которое можно зайти с этой стороны? Не знаю, пошли проверим. То есть, если дверь закрыта... Если нас не погонят оттуда поганой метлой... Не исключено. Тогда будем стоять просто у панорамных стекол и просить еду. Нет, думаю, что все-таки это от филармонии. Да, да, от филармонии. Там прямо у людей на лице написано «Дурачок!» Пустите! Оставим его здесь. Давай встанем напротив столика и будем смотреть. Там женщина тебя узнала. Ты видишь, какими глазами она на тебя смотрела? Да, ты что? А ты не там, понимаешь, стокол натирал. А я не там, да. Отдельный вид искусства, это, конечно, дворы капеллы. Но сначала дворы капеллы и филармонии. Прямо... Боже, посмотри, как красиво. Красиво. У меня вот здесь вот я ходил, на самом деле, в институт францей. Здесь начинались мои курсы французского, пока он не переехал на Невский проспект. Паша! Я только сейчас поняла, что я тебя зову. Самое романтичное место в городе, это раз. А во-вторых, сейчас закат. Закат Европы. Все. Потому что Русь. Русь-матушка наступает. Сразу, ну вот сразу видно. Наш человечек. Вот я теперь какие-то все время запахи начинаю чувствовать. Да, а вот смотри, как он развеялся. Это твой запах. Так, это мускус. Я кит. Паша! Да, да, да. Ну, посмотри сама. Беютифуль. Велико в Сей-петербург. Ну да. Здесь это Палисквер. И это проведение солнце. Еще бы не этот гид противник. Так, я тебя зову Правда, слушай, в самое романтичное место Время прям И погода разыгралась просто Великолепно, будто, знаешь, Павел Боги нам благоволят Так а боги нам благоволят, конечно Иначе как может быть Я тебя веду в еще один отель Но интересен он мне Здравствуйте Своим баром, но теперь уже не лобби А рестораном Ресторан на девятом этаже Находится сам отель Это мойка 22 Да, потому что мойка 24 Собственно, везде написано Когда Заведение становится отелем То девятый этаж будет надстроен Для того, чтобы вот этот ресторан открыть И сейчас отдано все Собственно, там под Нам на тот лифт Тут рядом был знаменитый ресторан Буквально за стенкой Тут был данон Да Тут был Данон Там было немножко иначе Его рекламный слон Нет, да, но он, правда, действительно располагался в этом здании Да, да, да И я тебе больше того скажу В винных погребах Которые здесь можно забронировать И дегустации винные В погребах тут Это как бы тема, про которую мало кто знает Точно так же, как и дегустации в Константиновском дворце Что мне лично нравится очень Ну, то есть ты приезжаешь Отдельно Вот как бы Отдельно тебя ведут Твою компанию Там шесть человек Не знаю, пять Ну, прям отдельно Ну, отдельно Это важно, блин Это важно Я тебе говорю Час пацаном Заставляй меня слиться Я только сейчас понял, что у меня на башке очки А где они должны быть? Ну, нет Ну, в смысле, я просто днем было солнце И я как бы Они у меня были на глазах Потом я их передвинул и забыл их снять А теперь, ну, чего уж Такой конфуз, знаете, не случился Захожу в лифт Госпожа Татьяна Она в голове очки И я хочу, чтобы этот человек меня не злил Не дохерали я хочу Пойдем Мы сейчас сразу приглашаю тебя, думаю, пройти Пока садится солнце Здравствуйте 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 Нас уже с тобой встречают Самая лучезарная улыбка, которую я видел за последние 16 лет Это Яна Это Павел Очень приятно Вот Теперь ты знаком с самой лучезарной улыбкой в городе Яна, мы к вам Так торопимся, спешим выйти на мансарду Потому что там golden power Пойдемте, я вас провожу Хорошо, что не golden ray Подожди Пойдем сюда Вот здесь будет Да, да, да Мы можем с тобой пить, естественно Давай, знаешь что? Я предлагаю здесь все не закончить А туда Не собаку Кто тут выпил больше всех коктейлей? Да, да, спасибо Здравствуйте 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 Ой, вот эти самые, в которые мы превращаемся потихонечку Я держусь Изо всех Но зато посмотри Прелесть какая Летом здесь стоят столы Летом здесь можно валяться Летом надо резервировать столы глубоко заранее Потому что здесь просто может не быть мэ Мэ, мэ, мэ Это факт Есть, в общем, вот этих крыльев Их четыре получается И в ту сторону Один из потрясающих видов на Спасной Крови Когда он без лесов там стоит В общем, нахожу его в лучшем городе Правда, абсолютно Ну и вот, да, к слову о том Что многие из гостей Они предпочитают ходить по крышам неорганизованным Это не всегда безопасно Вам всегда нужно, как бы, да, точно понимать Что, допустим, у гида, который вас ведет, своя крыша На которой устроены безопасные эти дорожки, да И прочие вещи Это как минимум Это шотки нас, Танечка А как максимум Это, конечно, просто Пара года Это, естественно, просто приходить в рестораны У которых есть вот эти потрясающие панорамные крыши И если оглянуться, посмотреть Я считаю, что это один из лучших видов в городе Да, это один из лучших видов Где, как вот, можно достопримечательности Просто по кругу вращаясь И мы еще и в закат попали Просто, Паша, я, ну, мокрая Мокрая Ну, я дам еще один лайфхак Ну, это тоже, ну, надо знать Рассказывает про достопримечательности, собственно Ну, да, да Поэтому давай прочитаем Выберем наш с тобой любимый Она будет наш с тобой Здесь просто, видите, вид не без стекла Вот туда, в районе Финляндского вокзала Вот виден большой дом На Литейном 4 Вот там, на губку, конечно, ни хрена не будет видно Но поверьте, что оно там есть Пойдем, выберем наше место с тобой, Паша Как у вас У меня шестой разряд по открыванию дверей Я ваш коллега Я тоже учился этому Так, давайте, знаете, как Чтобы мы, наверное, гостям не мешали своей болтовлей Да, давайте туда Да, туда уйдем Например Да, когда вот здесь Давай, отлично Да, мы буквально сейчас мы коктейли попробуем Мы так и знаете, очень богатые клиенты Коктейль на карте, которые на городские достопримечательности Да Нам нужен один коктейль А все это любой? Нет, мы его выберем А, хороший? А ты где это взял? Это от трубочки Я не знаю, зачем я ношу это У меня уже их две, видите Все, что осталось Потому что оно круто, конечно Нравится он мне очень Если здесь еще и... Ну, если сюда есть, я здесь у меня топ Смотри, как она говорит Если сюда есть, если сюда быть, надо говорить, да? Если сюда, да Потому что да, да, нет, нет Тут как будто просто Осьминог Осьминог, да, здесь предпочту я Если из горячих блюд Но знаешь, надо заметить, тебе со мной повезло Я много не ем Просто один изминог За все деньги Это как это, знаешь Классический нюанс Бабушка, у тебя была такая одна Любовь, но чтобы на всю жизнь Да, внученька Какая? Моряки Один изминог Один изминог Наша, наша Ты туда? Это у нас эксперт по выбиранию алкогольных напитков Значит, смотрите Естественно, я прошу прощения Вот на первой конференции Смотрите Хорошо Не будем На белье не будем смотреть Смотрите, значит, зимний дворец Мы не смотрим на первый конференции Зимний дворец Жин на вишне Портвейн, белок Адмиралтейство Водка настольная на грибах Травяной ликер Вермут Звучит прям Исаакиевский собор Коньяк Игристая облепиха Расстральные колонны Виски на чили Перцы Специи Морковь Апельсин Мед Александрийский столб Водка Черная смородина Тоник Спасной крови Свекла Томат Водка Хрен Это кровавая мэрия Слушай, вот это интересный состав Ну, как бы я не хочу его Но состав Спасной крови Это забавно Петропавловская крепость Водка Сироп Из кваса Кофейный ликер Белок Так Коктейли Ну и все Здесь будут классические уже коктейли Значит, ну что? Что ты хочешь? Я не слышу Адмиралтейство Водка на грибах Ну ты с ума сошел Как я могу это не попробовать Ну давай, адмиралтейство Хорошо Все, адмиралтейство Да, да Мы готовы Можно адмиралтейство Вас попросили, да? Один раз Один раз Одно адмиралтейство Да, да, да Один Ой Ой Ну что ж Что ж Я все-таки Помоги, помоги Не заправить сапоги Пока мы ходили Гуляли Вообще, естественно Был готов План финал Отталкиваться от того Что вы живете, например, в отеле Или вы пошли от этого лобби-бара То есть у нас получается Мы зашли в галерею Духовно насытились Попели песни в караоке Зашли сюда уже Точно понятное дело Что такое достаточно хмельное Какая-то история То есть выпить с видом И идти дальше И, например, если вы идете На ужин Что как бы Не мешает потом в обратную сторону Сделать какой-то другой маршрут То мое предложение Это литературное кафе Это тот самый То самое кафе Вольф и Беренджи Вольф 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 Не надо со мной спорить Товарищ Вольф Вы же мне написали Мы добавились друзья Я говорю Давайте пройдемся Товарищ Вольф Тем более все строки живут Ну мне типа не интересно Вот про это все рассказывают Все знают Вот это Это знаешь что? Это комплекс профессионала Это да Часто сталкиваюсь Вот когда человек в теме Ему кажется Что все уже все об этом знают Про эти булки Это самое частое Ни хрена Никто не знает Это вот в агентстве интернета Я работал Вася там был такой Просто гений Просто я говорю Вась давай там про то все Да кому это все все знают Да никто ничего не знает Про интернет до сих пор Я каждый раз Когда смотрю В каких-нибудь пабликах Там типа Топ 5 мест в Петербурге И там у нас только очевидные штуки Я думаю Да в смысле Алло камон А там прям ну как бы 800 тысяч миллионов просмотров Я думаю Ну где что? А я когда сижу такая Что-то там где-то в подвалах Там чего-то Гусеницы принесли Такая Ай Ну это же понятно Это же всем понятно Ну если я знаю Значит все знают Ну масс-маркет Есть да Масс-маркет Но вот эта вот тема Я постоянно с этим сталкиваюсь Да никто нахрен ничего не знает Товарищ Вольчик Давайте поговорим Про булки В очередной раз Но ничего в этом нет Вот такого Про булки Смотри Они опять там Катят лед Мы уже научены Что Вот эта огранка льда Катят Я хочу сказать слово Кат А не то что они такие Катятся На Неве вырубили И такие Семенович Сейчас должна быть Пояснительная бригада Типа с мыши На Неве вырубили Не ну мы просто Я тоже Катятники Здесь мы катнем В смысле Это на монтаже Тоже кат называется Это вот к вопросу О том как все-таки Вот английский язык Он Построить жить Немножко Преобразает 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 Нас увидеть Кто не делал греческий Кто не делал греческий У греческий Он не преобразает А английский Он преобразает Нас видит Нас видит Хороша Да Ой Отсюда Петропавловский Собор Так прекрасно И это Великокняжеская Усыпальница Видно Да Прям хорошо А что вот это Вот за Световые Вот эти А нет В смысле Что это Просветы Это просветы Очень интересно Что все знают Да Там Там Сядут Картины Очевидно Мне еще Очень нравится Отсюда На самом деле Когда смотришь По Крышам Есть Много Где Аля Вот эти Зимние Сады Или что-то Такое То есть стоят Какие-то Совершенно Очевидные Места Куда Можно Зайти И как Туда Заходить Товарищи У кого Зимний Сад На крыше Срочно Срочно Обратитесь К нам Мы знаем Что делать Мы к вам Придем Напьемся Пока все Дальше План пока Не проработан Но Но мы В процессе Там обычно Обычно Как-то Там льется Льется Все получается Все Потому что Аффирмация Наша Все Не ругайся матом Аффирмации Ангелы разлетаются А он там Главный ангел На колонне стоит А ты правда думаешь Как будто Ты думаешь Как будто Ты думаешь Ты понимаешь О том Что ангел Ты моя деточка Зайенька Портретное сходство С Александром Первым Не, ну это правда Да Потому что Это Это воялось С указания Николая Первого Николай Первый Во-первых Очень почитал Своего старшего брата А во-вторых Николай Первый Вот этого Сука Вот этого клиента Врагу не пожелаешь Он мнил себя творцом Вот он приходил В Исаакиевский собор И говорил Все нахер переделать Это синий на красный И тра-ля-ля То есть Вот он везде влезал Вот он там Они с Россией посрались Из-за того Что Николай Первый Хотел в Александринском театре Обивку Понимаете Естественно Из пурпурной ткани А Россина Стал на голубой Ну в итоге Россия победила О чем вы кстати Можете прочитать Моем противодателем Не означает Лайк, подписка Нет Это 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 Абсолютная правда Что действительно Портретное сходство Ну и я всегда Рассказываю там историю И там И если Когда мы в Париже Оказываемся На Вандомской площади Там стоит колонна Сверху которой Наполеон Александр Первый Когда там был В 14-м году Он сказал У меня бы Закружилась голова Если бы я Очутился на такой высоте А в итоге Он очутился Выше Наполеона Потому что Александрская колонна Она выше Вандомской колонны Немножечко А эту версию Легенду На тему Что значит Александр Первый Таки не умер А старцем Ушел В монастырь Слушай Ну это Такая же версия Как и про Элвиса Пресли Как и про всех Вообще То есть Элвис тоже не умер? Ты не в курсе? Я недавно Только посмотрела Фильм про Элвиса Пресли Я вообще была не в курсе Ну как бы много чего Ну нет Естественно Мы не в курсе Потому что это не наш кумир То есть мы знаем Какие-то отдельные Рэперные точки Из истории Вот Поэтому Мне там Он сжег на Пауэр На данный момент Ну нет Ну есть Это с этим Кузьмичом Да Все такое прочее Но это все Конечно Я думаю Чувствую Для вашего Байка Все-таки Твоя версия Потому что Если же Разбирать С точки зрения Того Что Душевная мука Участие Убийц У него были Душевные муки Бла-бла-бла Ну слушай Ну надо Во-первых Понимать Контекст того времени Когда Это сейчас Ты можешь Детеряться Тогда Вот приходит Какой-то Просто новый Человек Куда-то Вот за угол И все Там такие О Кто Что Еще же В времена Александра Первого Была такая Тенденция Что люди писали Письма Не в конкретное А типа там Дом по соседству Там с купцом Таким-то Понимаешь И поэтому Как бы Как тут Типа У тебя была вообще Когда-то О фантазии На тему Вот в какое бы время Ты бы мог Себя Ну вот представить Ну есть Знаешь иногда У меня бывает Я иду например И в каких-то местах Или в каких-то залах Мы сейчас про ролевые игры Да начнем Слегка Слегка дам тебе намек Это первая подсказка Потом будешь мне Квест Что значит Ну где-то вот Есть особый трепет И кажется То есть допустим Достаешь какую-то информацию Или там архивную И кажется Что ну настолько Очевидно и понятно Вот тебе Что вот как бы Будто Ну не то что ты там Это писал Нет шизофрении пока что Да у меня есть Такая эпоха Но к сожалению Эпоха Да Мне нравится Очень сильно Эпоха Генриха Второго Франции Вот эти все Дианы Дупооти И так далее И мне очень нравится Эпоха Тоже Вот где-то Восемнадцатый Ветх Франции Но Зная про то Как они там Нихрена не мылись И как там все воняло Представляешь Я иду к тебе Со своим бурдалем Бурдалем Ем мушки По дороге Их же ели Там же есть А чем они А потом я снимаю Свои портки И оттуда Такое омбре Доносится Что Вот А если пробудиться А я бы в это время Понимаешь Пахну Ну они поэтому Собственно Парфюмом Обревали все Так жестко А так Это мне конечно Очень сильно Увлекает 1970-е года Потому что Эта эпоха Когда еще не было Там интернет Когда были пластинки Бумажные газеты И тра-та-та Ну так ты родом же Подожди ты кто Детя Нет Я 75-го года рождения Но Я все равно Вот конкретно Вот это Еще Ну то есть Это уже Прошло Да Такой согласен Какой ты чистый человек Какой-то Диско Лидзеппелин За рождение панка Естественно Не советского Судя Уж простите Ребята Да То есть Когда писатель Мог зарабатывать деньги Прямо Реально писательством Когда журналисты Могли там Написал Несколько статей И заработал То есть Короче Когда продукт Был продуктом Ты его щупал Ты вот понимал Ценность Там Пластинки Сейчас что-то Привстало Во мне Да Вот Желание И мир еще был И мир еще был Не разгадан То есть Не было вот этого всего Типа Ты там Да То есть Ты лечишь Какие-то Ебеня И как бы Там снимаешь Делаешь фотографии Там какой-то Репортаж Офигеть Да А сейчас Любой Чел прилетел Там Типа Смотри Как вы отдохнули Мир глобализовался А вот Вот это Эпоха Так Смотри Адмиралтейство С лавандовой Насыпью Значит Можно вас еще попросить Стаканчик Подождите Что это? Что это такое? Это соль? Это что это? Вообще соль черная Естественно Мы уже в Питере Черная соль Куда в Питере Соли Не подожди Так Слушай Это крепко Прямо как я люблю Да? Как Александрийская Коломна Все так скажем Так И тут снова Смотри Тут снова А Ну вот я теперь Начинаю Немножечко тебя понимать Вот Что Да В плане Да Чего там не хватало Я начинаю понимать Мне кажется Потому что Либо То есть Здесь явные Битеры И вот Эти битеры А там есть Ангастура Или битеры Или что За счет чего За счет чего А за счет чего Получается вот эта полнота вкуса Ну вообще В миксологии Смотрите Есть Вену Сюда входит Французский лили И Есть такой ликер Бинди Сюда входит Большое количество трав Соответственно Создатели Этого Сегреты Держут Полные ингредиенты Которые Вот мне все таки Кажется Сама водка Настойная на грибах Наделась Ну вот Я ее Грибы Белые Не чувствую Может Какой-то Не знаю Капли трюфеля Если бы там была еще Например То он было бы Он даже пахнет Да Есть Ну есть Такое Ну вот понимаешь Что я имела ввиду Под тем Когда Здесь запахи Немножко Я могу чувствовать Белые грибы И когда Вот есть Вот этот баланс Самого алкоголя То есть Когда у тебя Рассчитана порция Так что у тебя Коктейль вкусный Он прям Вот Почему Я предпочту Например Какие-то Лобби-бары Потому что Ну у тебя Вышкаленность Сервиса Она просто Не позволит Уйти В Пренебрежение Там Какого-то Ингредиента И поэтому Это всегда Будет Вот как 150 лет назад Было Когда вот Четко По Регламентам Не знаю По рецептам Так и будет И ты всегда Не ошибешься Это всегда Будет вкусное блюдо Всегда будет Качественный алкоголь И как бы Ну вот Я за Конечно Не могу Однажды Попробовав Ты больше Не можешь Сейчас просто Попадали Попадали Там девки Ну вообще Не все говорят Что я Определенной операции С помощью Потому что Содержится во рту Дело очень неплохо Выключай Острая эта штука Да Она немножко остренькая Но не такая Прямо Чтобы Ошибка Еще Ну как тебе этот Очень нравится Очень вкусный Очень вкусный Очень-очень-очень И поэтому Как мы сегодня Выходили От Анны Ахматовой До вот Александрийского столба Прогулялись Ну и хорошо То есть у нас Смотрела Спасительская драматургия То есть мы начали На подъеме Потом немножко Такой спад Спад И потом Опять Как бы Пить Так что я считаю Маршрут удался Берите Пользуйтесь Входите Пейте с умом С умом Где же его взять С толком В коктейли В коктейли В баре Сплетники Так что в общем Да Сейчас мы как раз Котнем А я пока буду Целую нежные Ваши руки Да Мы котнем Естественно Как обычно Хочу сказать Что у нас Идут экскурсии Пока по выходным Но скоро добавится Еще вечерний В пятницу А уже с мая Будет еще вечерний И в четверг И точно так же Я раз в месяц Продолжаю ездить В Москву В данном случае Буду 19 марта Две экскурсии будет Ну и конечно же Книжечки Хит всех сезонов Невский с персом Прекрасно Иллюстрированные здания Каждый дом От Адмирал Тесла За площадью Восстания Можно читать Безотносительно Невского Потому что Это фактически История Российской империи Уже третий тираж Уходит Еще одна актуалочка Книга про Пиар во время Русско-японской войны С чудесным Набором иллюстраций Которые показывают Что все меняется Кроме Технологии промывки мозгов Ну и острый социальный роман Корень Тут картинок нет Кроме этой Зато есть Много интересного Увлекательного Высокохудожественного И тексты Все что вам нужно знать Находится внизу По ссылкам В описании Под этим видео А вот теперь Мы точно с вами попрощаемся Друзья мои Значит Я естественно Размещу ссылки На Меня На женщину И на женщину Вот эту И на себя в том числе Поэтому Смотрите нас Мы будем продолжать А ты улетаешь Да А когда вернешься Мы будем ждать тебя Я очень быстро Ой Это как Прям как я В кроватке Глаза моргнуть не успеете Одна нога там буквально Другая нет В общем Она вернется И мы продолжим Все Пока Ой спасибо Хорошо Приходи ко мне еще Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok